Прихожане этой небольшой церкви в микрорайоне знают, каждый год в это время сюда можно принести подарки для детей. У кого-то есть невостребованные вещи, кто-то делится своими игрушками, некоторые приносят конфеты и шоколад. Благотворительную помощь оказывают и магазины. Все эти подарки отец Виталий вручает малышам из полусоевского приюта и семьям, которые любая помощь так необходима. У нас в базе 30 многодетных семей, которые только вот здесь в микрорайоне, обозначили себя, что им нужна помощь. Мы их имеем в виду, у нас тетрадочка есть, они записаны, номера телефонов, мы им звоним, они приходят, и мы на Рождество хоть маленькое доброе дело пытаемся сделать с нашими горожанами. Акция не случайно была организована в канун Дня поминовения святого Николая Чудотворца. Николай Чудотворец это был один из таких любимейших святых нашего русского народа. Почему? Потому что он был очень добрый, он брал церковные средства и отдавал бедным людям. Он брал на церковные средства, покупал что-нибудь и бедным людям постоянно передавал или как-то спасал людей от бедствий всяких материальных. И поэтому нам святые отцы заповедовали подражать им. А в чем подражать? В молитве, вроде бы и так потихоньку молимся. Ну и в добрых делах, как Николаю Чудотворцу, надо подражать. И поэтому хоть немножко вот такие традиции надо соблюдать. Церковь должна творить добро. Это наш девиз. Чем больше добра делаешь, тем больше добро возвращается тебе. Это какой-то странный, наверное, непонятный духовный закон. Потому что чем больше радости ты даешь, тем больше она к тебе возвращается. И наоборот, если ты делаешь какое-то вот, кого-то раздражишь, не дай Господи, конечно, к тебе раздражение тоже вернется потом. Вот. Но если ты добро постоянно делаешь, Бог есть любовь. Ты приближаешься к Богу. Чем ближе к добру, тем ближе к Богу. Это духовный закон. Дарить подарки даже приятнее, чем их получать, считает Наталья. В храм принесла нарядные платья и игрушки, из которых дочка уже выросла. Потому что жалко ребятишек. Не все. Много в приютах детей, много многодетных. Цены сейчас кусаются. Не все могут позволить своим детям устроить праздник. Поэтому пусть хоть немножко, хоть скромно, хоть по мере, как говорится, сил, ну, принять участие в этом. Стать маленьким, как бы, ангелом. Кому-то принести радость. В день Николая Чудотворца после утренней службы отец Виталий подарил прихожанам иконы, освященные на мощах святого Луки Крымского. И пригласил нуждающихся выбрать вещи и игрушки для детей. Восьмого ребенка ждет многодетная мама Ольга. Такой подарок от храма, кстати, к новогодним праздникам. У нас тоже растут не по дням и по часам. Поэтому мы нуждаемся в вещах иногда. Это хорошая помощь. Подарить новогоднее рождественское чудо детям может любой желающий. Вещи, игрушки, подарки можно принести в храм преподобного мученица Великой княгини Лисоветы по адресу проспект Текстильщиков, 3В.